итак вот объем работ вот он объем работ отношения слабые не расписаны все ничего страшного все нормально это просто объем работы кухня грязная мой не надо беспокоиться ни о чем она скоро станет чисто это сто процентов семья это или не семья вместе живем разойтись не можем семья не расписались потому что не знаем что надо расписаться у нас незнание что надо расписаться если бы мы знали что надо расписаться обязательно бы расписались вот человек допустим живет в квартире ему говорят это твоя квартира но тебе надо прописаться в ней пропишись тогда будет как бы легче защищать потом что на твоя ну вот я объясняю сейчас это выдумки еще дурак что не прописался но он не знал понимаете не знал не не было знания что надо прописаться в результате там прописался то что с другом вот так получилось ну если вы не расписались в вас вы как будто не прописались в квартире но вы не знали просто я понимаю вместе живете не прописались не расписались квартире ну значит мужик ваш он как бы пойму подумать что типа как бы не моя это квартира понимаете это вот легко понимать когда тебя притягивает человек когда не притягивает все мы же не расписаны понесло сразу возможности задержать человека меньше но если он расписан думал как же я пойду это же моя жена и расписан и родственники север ты же не разбирался как она же была свадьба куда теперь прешь что такое роспись роспись это означает защита от сообщества и социума и родственника вот что такое роспись а есть еще защита от бога оказывается это венчание тогда уже наставники ты чё дурак ты же венчался ты чё вытворяешь вообще эти в храм не пустим теперь ну то есть его уже от бога уже идет сигнал человеку если он повенчался и хочет разойтись если он расписался от родственников идет сигнал человек не должен слишком сильно доверять самому себе он говорит да я и так мы и сами с усами зачем нам какие-то росписи мы и сами хотим вместе жить и все нормально будет сегодня хотите завтра не хотите не надо этому доверять судьба она как бы очень жесткая штука она может легко поменять желание расскажу вам один пример венгрии есть одна ведическая община и там есть одна семья они у них наступил настолько тяжелый период совместный плохая судьба что они ну решили что им не надо быть вместе муж женой или дети у них есть но там такой закон если ты бросаешь жену ты вообще никогда не сможешь жить тебя никогда туда не возьмут и также твоего близкого человека тоже никогда не оставят там если ты вы разошлись и для того чтобы а хотелось очень вообще не жить людям хотелось и они три года жили в одной в одном доме вместе но не считали себя мужем и женой в это время вот смотрите как действие судьба в это время потихоньку за три года плохой период закончился и не опять полюбили труп-труп и опять никому не говоря начали жить вместе уже как лучше жил вот и вся песня понимаете так всегда бывает а люди думают все закончилась любовь мы с тобой не знали сами что же было между нами что как по-другому ну давайте по-другому сейчас узнаем как бывает по-другому всякая же бывает жизнь ваша жизнь сейчас хотя теперь сейчас сейчас сегодня это Продолжение следует...